Добрый день! Рада, что наша встреча состоялась. Мы можем с вами ближе познакомиться. Давайте начнем с того, что расскажите, пожалуйста, о своей компании, сфере, количество сотрудников. Сколько лет вы на рынке? Группа компании Супротек. Центральная компания – это научно-производственная торговая компания Супротек на рынке с 2002 года. В апреле 2022 года нам будет 20 лет. Компания находится в сфере автоиндустрии, если быть точным, это моторные масла. Смазки, инновационные присадки, трипотехнические составы и инновационная автохимия. Состав главной компании 64 человека. В общей группе компаний более 100 человек. Да, Сергей, я помню, вы в Санкт-Петербурге находитесь, верно? Санкт-Петербург, да. Санкт-Петербург – это наш центральный офис. Ну и, соответственно, у нас есть представительства в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и Москве. Сергей, скажите, пожалуйста, с какими трудностями при развитии компании вы встретились? Я думаю, что, как любое другое предприятие, мы встретились со всеми трудностями нашей страны, нашего рынка. И, естественно, самое главное – это отсутствие вообще инновационной политики в стране и инвестиционной политики в стране. Потому что у нас нет ни одного инвестиционного банка. Как мы это знаем, у нас есть только коммерческие банки, поэтому любой бизнес, начиная в нашей стране, стартап – крайне сложный. В 2002 году мы начинали свой бизнес с того, что заняли у частного лица 5000 долларов под 10% ежемесячно. И таким образом был старт компании. Мы поехали с выставок, где демонстрировали работающую машину без масла. И вот таким образом мы постепенно, постепенно выросли предприятие, который сегодня является лидером в своей сфере. И я думаю, что главным препятствием на этом пути развития, как у всех компаний, это было то, что вначале это было очень маленькое количество сотрудников. Практически все приходилось делать самим самостоятельно, ездить на выставки, производить продукцию и так далее. И это было не более пяти человек в начале компании. Затем мы прошли все болезни любой компании, когда был недостаток финансирования, когда было очень трудно развиваться, потому что любое развитие требует финансов, инвестиций и всего остального. И вот таким образом мы все, что зарабатывали, вкладывали в развитие. Строили свою собственную дилерскую сеть. Сегодня у компании больше 200 дилеров по России. Мы присутствуем в торговых точках практически во всей России. И сегодня мы имеем свое представительство в Праге, где работаем на 28 стран мира. Это то, что мы начали в 2002 году, вот та болезнь, которая может быть была самая главная, это огромное недоверие к присадкам, как и таковым, к тем продуктам, которые мы вводили на рынок. Нам пришлось строить, по сути, свой рынок потребления. То, что мы создали, создали свою собственную нишу. И в этой нише мы с упорством отстаивали свои позиции. Сейчас три ботинические составы Сапротек пользуются больше 5 миллионов человек в нашей только стране. И производство нашей продукции – это уже достаточно серьезные объемы. И, естественно, о данном продукте уже сегодня еще многие потребители, автомобилисты знают. В эти выходные будет как раз День автомобилиста. Мы поздравляем всех автомобилистов с этих праздником. Но самая главная трудность, наверное, это то, когда переживаешь из состояния семейной компании, семейного бизнеса. Потом переходишь в этот принцип ручного управления, о котором мы с вами говорили, как раз и на семинаре. И начинается вот такой процесс от ручного управления к механизации. И сегодня у компании есть явное понимание, что необходимо уже приходить от механизации к систематизации. Потому что, когда резкий идет рост компании, это происходило с 2014 года по 2017 год, раз это попало на проблемы, связанные с Украиной, и начался очередной кризис, тем не менее мы умудрялись развиваться. И это нам дало некий такой толчок возможности развития компании, строительства, производства нового и так далее. И сегодня мы понимаем, что есть еще этапы, которые требуют своего развития. Но уже нужно внимательно смотреть за финансами, внимательно следить за всей системой управления. И это невозможно делать только учредителям. Мы понимаем, что учредители не должны заниматься операционной работой, меньше этим заниматься, по крайней мере. У нас есть желание, чтобы компания перешла на уровень нормальной систематизации, чтобы топ-менеджеры занимались управлением и своими функциями, политиками компании, а уже владельцы заниматься даже стратегией, выполнением миссии, разработки и творческим креативом, для того, чтобы осваивать новые рынки и направления. У нас в компании сейчас есть перспектива развития смазочного производства. И серьезные есть предложения от нас для рынка. Станкостроение в России начинает наконец-таки оживать. И много планов по строительству заводов по станкостроению. И также промышленности за счет импортозамещения мы понимаем, что это хорошая ниша для работы. Но для того, чтобы нам в этом преуспевать, нам необходимо настроить все бизнес-процессы в нашей компании, в группе компаний. Хорошо. А вот расскажите, какую цель вы ставили, когда пришли на программу, и насколько она реализовалась? Вы знаете, я думаю, что для меня это прежде всего был вообще анализ того, что предлагают бизнес-тренеры, специалисты в этой сфере. Потому что ясно, что компания на это обратила внимание 10, даже больше 12 лет назад. Мы стали смотреть за бизнес-процессами, стали смотреть за бизнес-моделированием. И многое воплотили. Но вот эта частичная систематизация, или даже, точнее, механизация, как у нас пока сейчас есть, правильный такой промежуточный этап, он требует все-таки своего осмысления. И то, что я услышал нового для себя, например, статистики, подходы к статистикам, анализ дебиторки, мы ее анализируем, но, скажем, для меня осознало, что необходимо это делать чаще и превратить это в некий элемент своей модели, своего регламента. Это начинает приносить уже плоды. И я думаю, что в программе для меня главное, что произошло, это произошло осмысление, по каким направлениям действовать и что необходимо делать. Хорошо. А вы можете сказать, что после окончания курса поменялось в вашей компании, какие инструменты управления уже внедрили, и вот что будете еще, может быть, докручивать? Вы знаете, ничего не изменилось. У нас уже многое что было. Скорее, те инструменты, которые у нас есть, мы начинаем на них уже по-другому смотреть и начинаем как раз их подкручивать правильно, да, потому что, например, у нас понятия политики для топ-менеджеров этого не было, да, сейчас мы осмыслением политики. Мы сейчас пересматриваем миссию. Мы сейчас смотрим на видение и меняем стратегию. Мы сейчас заняемся тем, чтобы РОП у нас организовывались таки в обучении персонала, потому что этого тоже не было. Я понимал, что у нас есть в компании отдел кадров, но АЧР как такового не было. То есть руководитель, человек, который занимается персоналом, этого человека у нас нет. Один начальник отдела кадров и кадровик у нас занимается по сути этим, но это все-таки такой стадии, называется, совсем развития. И мы сейчас уделяем уже внимание, то, что поменялось, начинаем обучать персонал, начинаем работать с персоналом, думать о том перспективе, каким образом нам подбирать специалистов для последующего работы, и мы это уже проводим и делаем для новых направлений. Соответственно, уже сегодня те отчеты финансовые, которые мы получали, мы уже поставили другие немножко задачи перед нашим финансовым блоком. У нас есть департамент финансо-экономического планирования и есть бухгалтерия централизованная. Соответственно, уже финансовому блоку поставили тоже свои задачи, и они делают новые регламенты. И я думаю, что придет тот период, когда мы подойдем не просто к инструкциям, потому что писать инструкции для топ-менеджеров – это глупость. Если мы читаем, должны быть политики, для среднего персонала должны быть те самые регламенты, а уже для работников производства, например, и для отдельного сотрудников администрации, какие-то уже подробные инструкции. То есть немножко другое видение процессов. И это все нужно будет делать. Потому что у нас есть все, что касается охраны труда, прописаны очень многие вещи и сделаны, потому что мы все-таки еще и производства. У нас есть много регламентов и системы. У нас есть Bittrex как система CRM, и частично она уже внедрена. Мы понимаем, что нужно докручивать или искать другие системы. Посмотрели на систему ELMA, пока остановились на том, что, наверное, нам это не совсем подходит. И все-таки будем пытаться использовать систему Bittrex для того, чтобы доработать отдельные процессы и коммуникации внутри компании. То есть есть сбой между подразделениями определенный, но я думаю, что за последний месяц прошел меньше, наверное, чем прошел семинар. Мы уже начинаем это рассматривать и вводить в работу. Правильно я понимаю, в целом изменилась у вас точка зрения на ваш бизнес и команду? Конечно, безусловно. Я помню, что у вас очень хорошо работает шестое отделение, пиар-служба. Вот что-то будете менять? Или, может быть, какое-то видение новое появилось также в этом направлении? Вы знаете, нет. Я для себя принял решение как специалист по рекламе, прежде всего и по маркетингу. Я увидел еще года 3-4 назад, что специалисты, каждый из них квалифицирован по-своему, но каких-то общих процессов видения маркетинговых не хватает. И поэтому мы приняли решение, что внутри себя мы учимся, ставим задачи и совместно проводим брейнсторминги для того, чтобы маркетинг не занимал не обслуживающую функцию, как часто это думают, а все-таки главенствующие, потому что все, что касается стратегии, видения, продвижения и так далее, это должен заниматься маркетингом. Вот с этой точки зрения мы для себя ставим новые задачи, уже исходя из новой стратегии, нового видения. И более точно формулируем миссию уже командно, потому что, да, безусловно, миссию должен декларировать и придумывать круг владельцев. У нас 3 компаньона, да, и вот отсюда даже не 3-4, если группу компаний брать, компаньона. Мы для себя, безусловно, хотим сделать так, чтобы эта миссия стала общей, что ли, да, для всех наших сотрудников, не только для владельцев. Чтобы вот та часть, которая касается не отторжения, чтобы это не была непонятная история, да, чтобы ее разделяли все наши сотрудники и исследовали. Потому что если этого не будет, то нам очень сложно формировать культуру внутри корпоративную и делать те планы, которые мы для себя стратегически поставили. То есть все уже видят и зоны роста, и вектор развития, и поддерживают. Я не скажу, что он уже полностью сформулирован в голове даже, да, и в команде, но мы на подступах к этому, потому что мы как раз оценили, провели анкетирование, и среди владельцев просил написать их видение, и я вижу, насколько оно разнится. Есть точки соприкосновения и есть разница видения и понимания. И то же самое у маркетинга и у продажников, они разнятся, это плохо. Поэтому мы нашли сейчас возможность, чтобы со временем обсудить, еще провести несколько сессий для того, чтобы эта миссия у нас уже все-таки полностью была прописана, и она была принята внутренне. Соответственно, дальше мы будем ее уже внедрять по всей группе компаний. Чисто, что мы дилеров считаем тоже частью своей компании, потому что Сопротек – это не только компания, состоящая из владельцев и узкого круга топ-менеджеров. Это все-таки все руководители дилерских центров наших и представительств – это все является компанией Сопротек. За счет этого у нас внутренний корпоративный дух очень сильный. Нас иногда называют в России сектой Сопротек. Это происходит не потому, что мы авторитарные лидеры. Это происходит потому, что продукт, который мы производим, он настолько качественный и эффективный, что наши потребители заступаются за нас в интернете и кругом в том, что этот продукт действительно работает, имеет право на рынке, не только российском, мировом. И они очень любят этот продукт. Уже многие годы, есть много приверженцев. Программа «Лояльность», которую мы начинали еще до вашей программы, вашего семинара, мы с ней активно начали работать, хотя понимали еще 5 лет назад, что уже нужно работать. У нас очень много приверженцев, это наша сила. За счет того, что я посмотрел вашу программу, у меня еще в голове родились разные варианты внедрения данной программы. Ну и, безусловно, то, что у Рызова Игоря прошел в целом монстры продаж, я тоже для себя взял много интересных моментов, которые нужно будет внедрять. Я думаю, что у Васоцкого тоже и у вашей команды есть ваше видение, ваше понимание. Ну, дай бог, дай бог. Радует, что есть новое видение, еще предстоит много работы. Скажите, пожалуйста, можете посоветовать, что вы можете посоветовать предпринимателям для успешного развития в данный момент? Все же начинается, понимаете, любой предприниматель, все начинается с идеи. Чтобы предприниматели эти идеи не забрасывали. И в то же время, чтобы внимательно анализировали, насколько данная идея может быть внедрена. И дальше все-таки без стратегии, без миссии, я думаю, что начинать бесполезно. Когда у предпринимателя стоит в голове только деньги, да, безусловно, предприятие должно приносить прибыль. Но этот тезис очень слабый. Деньги ради денег не работают. Если есть идеи, если есть миссии, тогда все мироздание начинает помогать двигаться этому делу. Вот я бы хотел посоветовать начинающим предпринимателям на уровне стартапов в голове не крутить миллионы долларов, это глупость. У меня большой опыт. Я начинал с первых кооперативов в СССР еще и прошел достаточно интересную жизнь. И для меня было понятно, что были проекты, которые были на пике, потом они падали, терялись, растарялись, потому что очень много суеты. Вот как раз системность, о чем вы говорили в программе, она очень важна. А системность начинается с четкого анализа возможностей, целей, миссий, программы, стратегии. И затем уже построение компании по правильным постулатам. Потому что невозможно сразу сделать системную компанию, наверное, с нуля. Это трудно. Подобрать компанию с единомышленниками весьма сложно. Но можно. Это со временем все приходят. Поэтому упорство, терпение, упорство, желание. Ну а самое главное, что я всегда желаю своим сотрудникам, своим топ-менеджерам и своим партнерам, разным, да, и поставщикам, это с любовью относиться друг к другу. Потому что для меня самое главное в жизни – это не страсть любви, а любовь к человеку, прежде всего, и для кого мы это все делаем. Если я это буду делать только для себя, мне неинтересно. Это не от того, что я такой весь любвеобильный парень, а ровно потому, что это является основой всей жизни. И если я люблю свою продукцию, люблю людей, то я делаю для них все, что я могу сделать. И тогда появляется обратная связь. Эта обратная связь помогает компании долго жить. Мы бы не выжили в те кризисы, которые прошли, если бы у нас этой любви не было и к продукту, и к людям, и к автомобилистам. Вообще, наша компания взяла на себя очень тяжелую миссию. Мы стараемся заниматься просветительством и формировать культуру эксплуатации автомобилей, культуру владения автомобилем. Этим никто не занимался. У нас автомобиль, как правило, это средство передвижения. Взял, поехал, поделал свои дела, поюзал, дальше выкинул, продал, купил новый. И рынок России, где средний возраст автомобиля больше 13 лет, говорит о том, что сегодня очень много покупают с авторички. Если люди покупают с авторички, то представьте себе, если я отдаю свой автомобиль у меня в хорошем состоянии, то новый хозяин будет меня вспоминать добрым словом. И будет еще долго его эксплуатировать. К сожалению, мы сегодня в такой экономической ситуации. Большинство россиян, которые не могут себе позволить купить новый автомобиль. И поэтому приходится его эксплуатировать дольше. Мы не можем это делать, потому что в Европе, например, у них есть лизинговые программы. Они могут каждые 5 лет менять спокойно автомобиль. У них очень дешевые кредиты автомобильные. У них очень удобные условия лизинга. Ты можешь, пожалуйста, платировать 5 лет или 3 или 5 лет автомобиль, выплачивая некий процент по лизингу, и потом его поменять опять на новый. Никаких проблем нет. Просто стоимость обслуживания в год и все. У нас таких программ еще нет. Поэтому есть масса нюансов, которые очень важны для того, чтобы вот та миссия, которую мы формируем, тот рынок, который мы сформировали, он мог бы дальше развиваться. У него есть потенциал колоссальный. У нас очень много автомобилистов. И люди еще многие нам благодарны за то, что они меньше тратят деньги на топливо, на масло, замену его, на ремонт особенно. И их автомобиль всегда как новый с точки эксплуатации. Это прекрасно. Спасибо вам за просто потрясающие инсайты, озарение. Мне искренне было приятно с вами познакомиться. У вас просто потрясающая миссия. Я желаю вам максимально реализовать свой потенциал. У вас огромное количество еще идей. И главное, энергии для этого. Поэтому я желаю вам только успехов, роста, безусловно, масштабирования. Вам тоже успехов и новых партнеров, новых программ. Вы делаете полезное дело. И самое главное, что ваши плоды, они... Я слышал от выступающих, да, что ваши плоды, они приносят пользу для предпринимателей. И это очень важно. И мне оно тоже принесет определенную пользу и уже приносит. Поэтому говорю, я очень внимательно наблюдаю за тем, что вы дальше делаете. Вот. Мы пока не готовы вступать в программы, потому что есть свои нюансы. Это не для интервью. Вот. Но я думаю, что, тем не менее, взаимодействие у нас будет. Очень рады. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за это интервью и за нашу встречу. Да, успехов вам, да. До свидания. Успехов вам. До свидания.